Продолжение следует... 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 Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слово «изучение» означает деталь рассматривания. Я вот уже почти год объясняю одну молитву. «Царю Небесному те, что ли?» Вы можете посмотреть, что записи делают. К отдельным словам я возвращаюсь по нескольку раз, но рассматриваю их со всех сторон. Мы пользуемся словарем, привычным для нас. А в применении к Богу это все надо понимать условно. Вот мы называем Бога хозяином, сильным. Могут спросить, а какая сила? Нет измерения силы. Вовсе силен. А все-таки ты не понимаешь, о чем говоришь. Миллиарды вселенных галактик, перед ним ничто. Тебе этого достаточно? И от одной мысли Божией, даже дыма, даже порошинки, ни одной молекулы не останется. Когда говорим «Царю Небесному», это означает, что он и земной владыка. И над преисподними, так написано, перед ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И он царь, а вот тут и вопрос, если царь, то есть любой-то царь строго смотрит за дисциплиной на земле, а вопрос сразу, если ты царь, а почему же Бог так не смотрит? И у нас прямо подходит мысль, что Богу вообще этот мир не нужен. Ты посмотри, что делают насильники, воруют детей, трехлетних девочек рвут на счастье, насилуют. «Где Бог?» люди спрашивают. Ко мне подходит еврейка и говорит «Вы говорите Бог». Я осталась одна без мужа, семилетний ребенок. Я его на шах не отпускал никуда. Ну вот вышел от двор поиграть и по сегодняшний день уже его нет десять лет. Никаких слез у меня не хватает. «Где он ваш Бог?» Другой говорит «Я приехал в Сургут, там другой в Спитак, погибли все». И не люди уничтожили, а землетрясение. А землетрясение подчиняется не людям. Зачем это Богу нужно было, чтобы погибли мои дети? Семеро герметишек все раздавлены. А ты царь, в твоем доме такое делается. Мы должны вложить другой смысл, нечеловеческий. То есть царь, который знает жизнь каждого до конца. И он знает, что ему полезно этому человеку. И не полезного он не даст. Нам полезно, кажется, вот это. А это, на самом деле, в конечном счете не полезно. Просто я в своей биографии часто обращаюсь. Вот 9 января меня арестовали в 86-м году. Ну, кто-то же скажет, кровавое воскресенье. А для меня, я везут мимо елки. Городская стоит елка, сияет себя с нами. Люди хохочут. А я арестован и сижу посредине. Я уже домой никогда не вернусь. Я знаю мою статью. А у меня царь. Я начинаю его молиться. Ни один человек мне объяснит. Почему меня взяли? Когда бандиты ходят. Разборники ходят. Я никого не обидел. Ни рубля никого не взял. Никого не ударил. Бандиты ходят. Почему меня взяли столбы? Я не задаю эти. Почему? Потому что я признал его, что он знает и высчитал. А теперь я проигрываю назад. Я все-таки хотел свободы. И я просил Господи. У меня столько недоделанных дел. А я занимался магнитофонизацией всей Сибири и России. Все монастыри ко мне ехали. Архиереи посылали своих послушников. А вот если бы Бог ответил на мою молитву, тогда я бы вернулся 10 января или 9-го к вечеру домой. Опыта тюремного у меня нет. Лагерного нет. Я беру только то, что мне открыто сейчас. Нет. А опыт его скринестижек нельзя взять. Я архипелаг Булак уже прекрасно знал. Мне надо было самому его пройти. А теперь, кому я свидетельствовал, начиная от начальника тюрьмы до последнего зэка по разным городам в шести тюрьмах? Меня туда близко никто не подпустит. Не за какие деньги. А я каждый день с 8 до 10 проповедую. Двери открыты, охранники стоят слушают. Следователь допрашивающий меня принял крещение. Начальник тюрьмы уверовал. А потом его жена мне говорит. За книгами ко мне приезжает работник КГБ, который курировал меня. Судья приезжает, покупает книги. Эти люди во моем дворе никогда бы не появились. Господи, как я благодарен тебе, что ты меня не услышал и не освободил. Вот этих домов, где мы молимся, их бы не было. Мой брат священник сказал, как хорошо брата моего, что посадили его. А теперь бы этих домов то не было, я бы до пленки не судился. И поэтому он царь настоящего, прошедшего и будущего. Когда я молюсь, стою небесный утешитель, я понимаю, что утешение не сегодня может быть и не завтра. Это я постепенно начинаю доходить. Дальше я сидел. Я сидел не за злые дела. В Алтайской правде была статья Златоуста второй строительный. А потом снова будут писать такой же, только уже без кавычек. ...любовью, то хотя мы с ними одинаково, но расходимся в расположении воли. Поэтому, сказав в одном духе, добавил, и в одних мыслях, то есть, чтобы они не разногласили ни относительно веры, ни относительно расположения воли. Это апостол Павел зовет Кеденского, а Тетилах дает растолкование. Теперь мы на практике начинаем смотреть. Ну вот у нас какая ненависть, но все-таки община маленькая. И сейчас у нас вообще разногласий никаких нет. Идет. А ведь всякое было. Помните, встает, кричит человек, его надо всех трени. Вот выскакивает, он разногласен, а доказать ничего не может. А я не согласен. Ну не согласен, ты должен обосновать это, не согласен. Нельзя выдвигать такие люди. Ну давай, сядем спокойно, обстановки не на людях. Ну покажи, что ты имеешь лучше. Ну ты обоснуй, подтверди, подопри. Ничего нет. А зачем же ты против? Это же смута. Ты навозишь смуту. Люди теряют покой. Куда ты их можешь повесить? Тебе охота оторвать от общины, куда-то повеси. Вот эта цирка какая-то должна быть. Ты смущаешь и ищешь сторонников. Какие сторонники, когда ты сам все это имеешь как аморфное, нельзя пощупать даже. А ты можешь доказать, я могу. А ты доказываешь, я тебе скажу, хорошо. Повтори, что ты сказал до этого. И ты повторить-то ведь не можешь. Ты на ходу сейчас придумывал. А я что говорю, я могу повторить. Почему? Потому что даже неправильно. И тогда поцелуй за намерение. А ты скажи, с какой целью ты это сказал? Ты хочешь меня от чего-то исправить? Или уколоть? Если уколоть, то мне не больно. Если исправить, то я тебя благодарю. Ну, научитесь философски относиться к тому, что окружает нас. Мы сейчас 10 минут отдохнем. Всегда. Пожалуйста. Так, кто посторонние приходит сюда, то есть еще наше общество, подойдите, возьмите. И газеты, если у одного из! Можно, пожалуйста, пожалуйста, Можно, пожалуйста, Cruz,isco? Да, можно, дожди. Похлад я уже был. Спасибо. А то я все. А то я пунктю. Вырочиваю. Продолжение следует... 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 Игорь, отпиши колонку на машине. Это Любовь Николаевна, она сейчас заберется. Ну, вообще, в календаре одежды, ну, самый легкий, лучше всего. Я просто доверился Богу. Это они уже доходят до этого. И Бог меня утешил этими словами. В крушении этого монстра империи зла, оказывается, и моя счастье там есть. Уже записали. Это не имена, обокравших Россию на храме Христа Спасителя. Сколько они денег отдали. В другом месте пишутся эти имена. Меня бы никто не знал. Ну, я делал дела свои, как мог. Ну и что? Обо мне узнали во всем мире. Молились катакомбники. Ханатайствовала ООН. И меня пригласили не просто куда-то, а в Лазангу. Международный центр всемирного коммунического движения. Приглашение от Петрополита не одно было. От Элариона из Канады из Америки. О меня бы никто не знал. От меня они сделали известными КГБ. Как я благодарен, что есть у нас КГБ, которая на той следила, и помогла мне, и подняла меня. Эти книги написать я не смог бы. Все. Для Слова Божьего нету, за этой книги определенного не было. Они ее написали за меня, я только подписался. Они мою биографию сами устроили. Сами. Я ее не мог, как такую биографию написать. Вы считаете, что там, какие переживания. Я психологический анализ верующего человека сделал. А потом спрашивали Зою Крахмалникову, Глеба Икуина, священника. Они говорят, что у нас не было этого. Ни у кого не было. Я спрашиваю отца Демитрия, он говорит, еще подобного в моей жизни не было. Меня именно надо было туда посадить. Как я благодарен Богу, что меня посадили. Как я радуюсь, что Бог меня слышал и сказал, я утешу тебя попозже. Духнет. Я просто доверился Богу. Это они уже доходят до этого. И Бог меня утешил этими словами. В крушении этого монстра империи зла, оказывается, и моя счастье там есть. Уже записали. Это не имена, обокравших Россию на храме Христа Спасителя. Сколько они денег отдали. В другом месте пишутся эти имена. Меня бы никто не знал. Ну, я делал дела свои, как мог. Ну и что? Обо мне узнали во всем мире. Молились катакомники. Ходотайствовала ООН. В Америке. И меня пригласили не просто куда-то, а в Лазанну. Международный центр всемирного коммунического движения. Приглашение от Петрополита не одно было. От Элариона. Из Канады, из Америки. О меня бы никто не знал. От меня они сделали известными КГБ. Как я благодарен, что есть у нас КГБ, которая на той следила и помогла мне, и подняла меня. Эти книги написать я не смог бы. Все. Для Слова Божьего нету, за этой книги определено не было. Они ее написали, за меня я только подписался. Они мою биографию сами устроили. Сами. Я ее не мог, как такую биографию написать. Вы считаете, что там, какие переживания. Я психологический анализ верующего человека сделал. А потом спрашиваю Зою Крахмалникову, Глеба Якуина, священника. Они говорят, что у нас не было этого. Ни у кого не было. Я спрашиваю отца Дмитрия, он говорит, что еще подобного в моей жизни не было. Меня именно надо было туда посадить. Как я благодарен Богу, что меня посадили. Как я радуюсь, что Бог меня слышал и сказал, я утешу тебя попозже. Я слышала ухо. И на ум не приходило, что вложить в это слово. Да ведь царского сына, я сын царя, вы не забывайте. Вы думаете, что я сын послуха Тихона? Нет. Я сын Егова. Да если царского сына кто-то арестовал, что бы с ним было. Так разгромил бы все. И когда сына убили, он послал войска и шел все. Это притча Христова. Почему Бог не шел к эту тюрьму в Барнауле? За меня. Я его сын. Надо мной издевается. Я потом понимаю, он пошлет меня на этапы. А Мала переди меня бежал. Охранники, самый лютый конвой Новосибирска, в Сибири, летуют. И он ко мне подходил и просили писать. Я сидел и писал. Набитая как селегка. Потому что боксы отдельные. Я сижу один в боксе, никого нет. А КГБ сделало особую пометку. А потом они сказали, а мы могли сделать вам и по-другому. Мы смотрели на ваше поведение. Я вызываю только к одному, что окажите любовь. У нас к евреям должна быть благодарность. И сегодняшний. А вообще, к нации, сохранившей нам Библию, что им дано обетование. От евреев родился Христос, сущий по плоти над всем Богом. Видите, у нас есть за что благодарить. И надо успокоиться на этом. Прославляя Бога. Мы должны помнить, чьи мы дети. Иисус Христос, обращаясь к апостолам, сейчас называл их дети мои. Есть ли у вас какая пища? И Христос сегодня к нам заходит сюда и тоже спрашивает. Дети, а есть ли у вас какая пища? И мы ответим, есть. Святая пища, которая оставила нам Дух Святой через Евангелие, через Новый Завет, через всю Библию, через Святых Отцов, через Соборы. У нас не сектарская пища. У нас не отрыжка человеческих измышлений, а чистое словесное молоко. И пища свойственна взрослым людям. Мы проходим толкование по блаженному феофилакту. Что бы нам сегодня кто ни говорил, мы должны понимать, что суд человеческий может быть полностью ошибочным. Или только частично, правду где-то скажем. Мы не знаем результативность нашей работы. Вот я ходил в тюрьму, допустим, 15 лет. А сколько обратилось? Я отвечаю, не одного. Все сразу говорят, как не одного? Не одного? У меня вообще не одного. У меня результативность нулевая. А начальство говорит, нравы смягченные, ни одного захвата заложников. А потом люди выходят, и уже сколько говорят, уже больше десяти, и работает при церкви бывшая, которую слышали в камере. И оттуда люди приходят ко мне на дом. И в городе встречали. А почему тогда вы их не принимаете? У нас другая мерка. Пока не бросит курить, пока не будет бороды, пока он не будет паститься, мы никого не принимаем. А в патриархии, я в патриархии пол-тюрьму, может, приготовил. Даже из них некоторые пришли, попа обокрали. Поэтому, доверяясь Богу, мы должны, признавая Его Царем, все время помнить, это Царь, который поступает не так, как земной Царь. Царю Небесную, превыше всего, утешитель. Это Дух Истины, который всюду и везде, от которого нельзя закрыть тюремными дверями, ни болезнью. И мы имеем в молитву Царю Небесную, мы должны включить свое сыновство. Я не просто говорю, а понимаю, что эта молитва имеет таинственную силу. Она меня как бы заново подновляет во мнении, что Он Царь мой, мой Царь. Люди избирают, идут. Я не могу избирать Царей, Президентов. Мой голос отдан, за Него я проголосовал. Я верую Единому Царю, который меня признал сыном. Да это и Бочий наш, говорится, Бочий наш, Сущий на небесах. Каждый раз, считая молитву Царю Небесную, утешителю, мы включаем всегда все наши болячки, неурядицы, недопонимания, горе, преступления, темноту, преследования, утешители. Иногда спрашивают, такие вопросы задают, вот сейчас были корреспонденты. Это так называемая новая жизнь, кажется. Вот они, доброе имя он пускает, харизматичное послание. Одна вот женщина сидела здесь справа. Я гляжу знакомой, я ее не признал, у меня памяти нет такой. Оказывается, ее сын Юра был у меня нынче в лагере. Он в 26-м томе, в 27-м, в 28-м. Ну ясно, они не православные. А как же они в православный лагерь? Оказывается, теща, то есть ее мать, православная в Рубсовске. Она кандидат каких-то наук. У нас ни одной женщины кандидата нет, она была и та ушла. Я скажу, что среди других ребятишек он выделялся. Они не забиты, спокойны, тихи, но они физически надо бы развиваться еще больше. И он Библию считает, с православным нашим не считаем. Я хожу в храм, я пою там где-то, а их даже рядом нельзя ставить. У нас люди на глазах, которые не наши, они многому еще много нас научились. Они пришли вот вопросы задать, как в кризис поступать. Утешивый дух утешает. Ну они придумали там человека. Работал, долг жил, шиковал ребенок. А теперь ничего у него нету, и все, у нас таких нету. Мы должны работать. Миллион двести тысяч гектар земли на Алтае пустую. Теперь лопату обрабатывают. Показал на вас, у нас потеряется. Живет семь ребятишек, его кризис не тронул. И он не думает, жена будет восьмой, восьмой ребенок там обор делать или нет. А у него третий, она уже не знает, делать или не делать. Она ходит в фитнес-клуб. А ваша, сноха Галя, она на огороде этот фитнес получает. И все у нее светет и зеленеет. Потому что у нее там дух утешитель. А в прошлом году спрашиваю, а сколько хуриц? Да не считала, четыреста с чем-то. Вот, начало молитвы, а в нее включается все. Итак, продолжаем. Проходим мы послание апостола Павла к римлянам. Вы удостоились. Видите, свидетельство Христово утвердилось в вас. Ну, услышали. Она скажет, да, мы услышали. Это не наши люди, не православные. Православные этого сказать не могут. У него не было свидетельства. И оно не могло утвердиться. Эти слова уже в Писании. Мы получили письмо от Павла к нам, в Барнаул. И мы сидим и хлопаем глазами. Свидетельство. А что это такое? Что в нас утвердилось? А когда оно? И стоит тут батюшка, поп. А с него спрос. Ты свидетельствовал им о Христе. Ты им рассказывал о любви Божией. Так что ж ты с них требуешь на исповедь? Да не грешите. Ты им сначала дай познакомиться со Христом. Приведи их к реальному принятию Христа. Чтобы жили во Христе. Оно утвердилось, означает делами, закрепилось. А как закрепилось? Мы еще слова-то русские не знаем. И нужно было, говорит, опрятать человека. А ведь не знают, что такое опрятать-то. Люди думают, спрятать куда-то надо. Опрятать, а значит благоговейно одеть, обиходить мертвеца. Мертвеца. Опрятать. Видишь, какое слово-то. Люди понятия не имеют. Нас опрятывать не надо. Потому что мы живые. И Бог дает нам царское деяние во святом крещении. Почему? Потому что свидетельство укрепилось. Свидетельство сказало, что надо креститься, умереть для Христа, воскреснуть для Христа и жить для Христа. Оно утвердилось. Мы каждый день этим живем. Поэтому я рано встаю, готовлюсь к великому посту, поджимаю, все подтягиваю. Я прошу вас уже нынче начать бороться по-серьезному с полнотой. У всех ноги болят полных. Я отдельно спрашиваю, а почему у меня они болят? Почему у моей мамы не болели 86 лет? Ну вот вопрос, он стоит прямо. То одна сестра лежит в больнице, то что излишне. Пост идет, да слава Богу, что пост есть. Хотя он не евангельского устроения. Мы просим, умоляю, не уточнять себя без страха, как апостол Иуда говорит. Будьте подвижны. Скажи, из этого поста, из Пасхи Христовой, я должен выйти другим. Я так прижму эту плоть, она, конечно, будет визжать по-поросящи. А я скажу, врешь, обманщица, мало яжбек, мало пей, все сделаешь. Здраво будешь и. Здраво. Вот мы посчитали, почему это свидетельство Христово в нас утвердилось. Как прекрасные ноги. Не написано больные ноги, а прекрасные, на горах. Да какие горы, когда по комнате подвигаться не можешь, то вены вырезают, то что. Сбросьте лишний вес. Вот они были, я им рассказал. Ему жить не на что. Мясное вычисли от себя. Выкинь. Если жена ходила, а жена ходила куда-то, до парикмахеров, жена никуда не должна ходить, у нее одна расческа заменит все парикмахерские. Ей не надо ни стричься, ничего. Мы дети Отца Небесного. У нас есть все. Оно свидетельство Христово утвердилось, и мы к нему обращаемся, как бы не ошибиться. А правильно понимаю, правильно смотрю. И опять подглядывать, что там написано. Каждый день. А у нас сейчас спроси, ты что сегодня считал Евангелие? Да ведь не знаешь, что считал. Я ребенка по Теряевке спросил, а вчера, вчера не мог ответить. А неделю назад? Я узнал, что они ничего не считали. Я за месяц хватил, и за месяц ничего не считали. Так чего ты же хочешь-то? Он и растет в шпаненок такой. А вот ребенок, вот сектантский, да они каждый день, мы, говорит, считаем. Каждый день. Так что нам гордиться нечем. Она надо учиться и учиться. И учиться надо у блаженного Феофилакта. Вот его комментарий говорит о свидетельстве Христом, то есть о проповеди о Христе. Так и стоит. И мы теперь комментарий прочтем на сегодняшний день. О проповеди о Христе. Апостол Павел рождал новых учеников через проповедь. Где это написано? 1 Коринфянам будем читать. 4 глава, 15 стих. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Вот стоит эту фразу только посчитать, уже не будет. Отец, батюшка, если он тебя не родил, ты через него не пришел, он наставник. Он наставляет правильно жить, но он не отец. У нас отец, это пустой звук. Отец Иван, отец Михаил. Он тебя не родил. Я родил вас. Павел делает резкую игру между наставниками и отцами. У вас хотя тысячи наставников, но я родил, я один. Отец один. Десять отцов не бывает. Через кого-то уверовал. А человек начинает спрашивать. Ну я в храм ходил, привык. Мне нравились иконы, храмы, колокола, мощи. То есть он родился не от отца, а на мощах. В скис. К иконам прилип. Колокол слушал. Что тут евангельского? Этот человек, когда считает эти места, ему это недорого, он не знает. А ты можешь сказать, я могу сказать, 27 сентября 1962 года, 17.00, Карла Робин, Бонгл, 24, город, Елканск, Ротминский СССР, я услышал слово Евангелия и покаялся, и принял Христа. Я могу точно показать место на одного квадратного сантиметра. Тут мое рождение было. Он мне дал веру. Я обратился. Если у тебя этого не было, может, по-другому как-то было. Павел мог показать Саву, где обратился. Петр мог сказать, когда обратился. Ты сам подумай, когда. Люди начинают, чтобы не быть ни от кого зависимыми. Я ни от кого не обратился, а я сам, чтобы ничем не быть обязанным. Ты рискуешь многим. Я признаю, что это были пятидесятники. И мне не стоит это говорить. Но если я там обратился, это Божья была воля такая, его промысел. Я ни дня не был пятидесятником, но я принял. А я скажу, я не там, а тогда где я завис в воздухе. Как некоторые. А я признаю, что Московская патриархия безблагодатная. Безблагодатная. Так давай дальше договаривать. Я за рубежом был, и идут с архиепископом, мы каждое утро прогуливались, Сенкевич, отец Антоний, Лос-Анджелес. И он мне эту мысль подал. Я говорю, а если это так? Тогда наш батюшка, он и не батюшка, он там получал рукоположение. Тогда в нашей обществе крещеные, а не не крещеные. Да и если так все разбирать, так я тогда не крещен. Я никуда, говорю, не поеду. Крестите меня, сейчас же здесь. Я поставил вопрос не просто ребром, а торчком. Торцом. И они тогда отступились. Да, до конца договаривались. Что это? С какого момента? В какой момент? А вот когда лавру с патриархом вместе служили, значит, служили, Бог застукал их там, и сказал, сколько лавров тут починялось, кто поминал, вычеркивай их, выбросив с неба. А мои вината наши там записаны, так? А кто там так вычеркнуть? Ты за кого Бога-то принимаешь? Ни один тиран так не делает. Виноват там, вы его судите, а я при чем? Так не бывает. Если пах о ненападении подписал ритм-троп с молотом, я ни при чем, что нас там обманули. Рождение. Другого рождения не существует. И к своим рожденным от проповеди ученикам он обращается как к живым. Сегодня в православной церкви абсолютно неправильный вход церкви. Или механическое детское крещение, или через навык рождения, привычку посещать храм. К таким людям никогда нельзя сказать, что утвердилось в вас свидетельство, то есть проповедь о Христе. Сегодня говорят, что у апостола Павла был свой опыт, а у нас, дескать, свой. Бог, как автор этого мира и книги Библия, дает четкий и конкретный ответ, как родиться. Только через евангельскую проповедь, через рождение Духа Святого, чтобы, написано у блаженного церкви лакта, утвердилось в вас свидетельство, то есть проповедь о Христе. Я ничего не добавляю. Я священников прошу, скажите, вы говорите, что Новый Завет, который издали, вы хорошие. Вот если бы не было этих комментариев, они не нравятся вам? Нет. А почему не нравятся-то? Он не может сказать. Я говорю, ну давай сядем, будем разбирать. Ну покажи. Вот это место тебе не нравится? Не нравится. Открывает. Что именно, какие строчки не нравятся? Ты проповедовал, люди у тебя обратились, не обратились. Ну а теперь покажи. Они не могут сказать. Вот в чем суть дела. Вот это у нас Новый Завет. Я попутно кое-какие вставки делаю. У нас есть мысль и переиздать этот Новый Завет трехтонный. Не в тысячу экземпляров, а в три. Вышел 28-й том, получил. Я принес для тех, кто не ходит у нас в храм, люди просто приходят, можете подойти. А потом другим. Вот это, пожалуйста. Открытым оком 28-й том. Денег нет, но мне сегодня пришлось отдать 122 тысячи. Я в прошлый раз вам говорил, как. Это деньги не мои. Я уже не знаю, это около двух миллионов в долгах. А вот чтобы издать трехтонник, вот этот, нужно полтора миллиона всего. И мы все равно издадим. Вот у меня такая вера есть, мы издадим. Как, я не знаю. Потому что без денег никак. Они пришли и говорят, вот сегодня у меня приезжала, кто она там, как директор. И типография. Уже опять повысили, два раза успели за это время повысить стоимость бумаги. Они лес отдали в Китай, бумажные свои комбинаты закрыли, а Китай теперь оттуда везут бумагу. А они теперь диктуют цены, какие хотят. Это не трудно было догадаться-то. Мы за каждую булку, а там американский хлеб или ножки, там, говорит, Буша привозят, они дешевле. И тогда тут то гриб, куриный там нашли, никогда куры грибом не болели. Порубили, осталось пяти паблики. Священники в Сербию ездили, помните конференция была у нас здесь? И один священник выступает, тут местный, и говорит, были у сербов, и говорим, ну чем же мы вам можем помочь-то? Нету этих комплексов С-300-то вам. Только и можем помочь, что молитвой. Вот так. Мы бы ракеты ударили, американские самолеты бы упали, и тогда было у нас хорошо. Поэтому мы вам поможем молитвой. Молитвы. Представьте, сегодня из рук, вот я выпустил 122 тысячи 500 рублей. Еще вчера я не знал, где. Я только на молитве стою. Вот так. Только руками разведешь. Вы понимаете, что деньги? У меня минимальная пенсия. Это разве не чудо Бог делает? Каждый раз. Теперь мне любыми путями надо, чтобы 29-30 тонн вышли. И на этом я заканчиваю книжные деятельности. Достаточно для меня. Пусть другие делают. А книги буду готовить и отдавать. Но издать это я должен помочь. Если я, конечно, не умру. Жив буду. Теперь все пойдет на интернет. Все для интернета. Там очень легко люди будут брать. Ну, такая мысль, конечно, а уж Бог как позволит это. Сошли. Седьмой стих. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Толкование. Блаженный Феофилат. Если они не имели никакого недостатка в даровании, то как называет их вон дальше в третьей главе плотскими? На это скажем, говорит толкователь. Не все были духовными. А верующие будут восхищены во славу Божию на облаках. Встретим я ему. И так всегда с Господом будем. Какие же это счастливые люди, которые Христа избрали. Для Бога все делали в этой жизни, чтобы быть с Ним. И какой ужас охватит людей, которые не хотели жить с Богом. А вот эти временные удовольствия, оно вчера. Ну, хорошо приготовленная, вкусная пища. Ее приятно брать в рот. Но Таус говорит, а она, эта пища, очень приятно, пока проходит гортань. А вернее, она уже гортань-то ничего не чувствует. Только во рту. А дальше, дальше начинается страдание от перееденной пищи. От сожаления того, что ты истратился, да и с худыми людьми был, да еще и заботы не отравили для тебя. Понимаешь, сколько заботы. Ты все это возьми. И вдруг ничего нет на земле, и как будто никогда не было. Тогда самый сильный побежит раздетый. Это надо все время помнить. Страх Господень начало мудрости. Страх Господень венец мудрости. Это не то, что давайте людей запугивать. Библия так говорит, а перед Библией все должно склониться. Это откровение Бога. Вот мы об этом считаем. Но кто такие эти люди? Почему они не хотели? Где они? Их косты чуть даже нет. Они сотлели, их кости все разложились. И вдруг станут опять живые. Как сразу изменится все. А то, что мы знали сегодня на компьютерах, в интернете, это никого ему не играет. Мне так легко сегодня отправлять почту. Набрал только электронную почту в другом конце земли. А тогда надо было посылать посыльник, и он садит. Продолжение следует... 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 Как только начинается дурь эта, кого-то нового канонизировать, это дурь Нина самая настоящая. Суда Божьей нет, уже кого-то канонизируют. Павел говорит, никак не судите никого прежде времени, доколе не придет Господь и не осветится сокрытое во мраке. Во мраке. Да суда Божьим. Сидят дедушки в клубушках, они решают, кто на небе, кто в аду. Это даже не безумие. Это вызов Богу, вызов страшному суду. Это люди безбожники. Я вот читаю, когда смотрю выступления патриарха, у меня только один вопрос. Обращен он или не обращен? Верит он в Бога или не верит? Он только подыгрывает властям. Я в страшном искушении, когда считаю их выступления. Я не нахожу ни одного слова согласного Писания. Буквально ничего не нахожу. Он стоит, как в народе говорят, нагло, нагло врет. Вот. Почему женщина в прошлый раз, выступление даже нового патриарха. Почему у нас у русских, ну должна женщина в платочке? А это традиция русского человека. И начинает плести. Да ты открой послание Павлу, и он говорит, это знак для ангелов. Он не считал Писание, выходит, никогда. Патриарх. Он не знает, он совершает Писание это. И он людей обманывает. Что платок и ничего не значит. Где ты это нашел? Когда Писание говорит, знак власти для ангелов. Позор идет до самого неба, если ты без платка. А это традиция русского человека. И чтобы на женщину не обращали внимания, вроде она в платочке уже похуже выглядит, чтобы мужчины во время службы не заглядывали на женщин. Да в платке-то она красивее, наоборот, выглядит. А без платка-то она куда-то и сидит, говорит, в таких гиморах. Священное Писание говорит, что Павел на этом не остановился. А далее говорит, или во имя Павла вы крестились. Он добивает и добивает. И скажи, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Где Павел-то? Каждый год поехать надо в Дивеево, Почаево. Ну и люди едут и едут и едут. Что? Зачем? И никто этого не скажет. Что вы ищете живого среди мертвых? Что вы ищете? Даже в гробницах Христа делать уже нечего. Ангел их отговорил, идите туда, идите. Он предваряет в Галилею. Значит, никакого Христа нету. Вот эти все крестные ходы, все это вызов Богу, вызов Священному Писанию. Это не православное учение совсем нам предлагают. Это выдумки монашеские. Это не выгодно, чтобы люди приходили, покупались вещи, жертвовали деньги. И больше ничего нет. Сейчас пишет один какой-то Курфюрст в Германии. Очень мудрый был. Ну и досталось место такое запущенное. И он не знает, как поднять его. Он тогда с епископом, имея хорошие связи, пришел, а без разрешения епископа нельзя иметь мощи. И он попросил тела одного святого. Дай мне его. Наверное. И паломники пошли туда. А паломники, значит, надо покупать. Началось там. Камни навалят. Вот где Колизей, каждый лошадь привозят два самосвала. А в следующем утру все разбирает, камушки, на память. Там полиоргана уже вычерпали. Запечатают, продают. Мастится такой маленький бутылочек, чуть-чуть, платочки. Они все там, энергетика идет там от Иоанна Тобольского. Я это все видел своими глазами. Это самый настоящий белый магизм, шаманизм. Это не календарь.